Всем привет, друзья, с вами Шутка Мишутка, и сегодня мы с вами продолжаем играть в новую игру про злую училку. Но прежде чем мы начнем, проверьте какого цвета у вас кнопка подписаться, как обычно. Если она красная, нажмите на неё, кнопка подписаться должна быть серого цвета. Также, друзья, в этом видео я вставил три другие пасхалочки, три вот таких вот портфеля. Кто найдёт все три портфеля, напишите тайм-коды в комментариях к этому ролику. И тогда именно твой комментарий попадёт в конец следующего видео. Лайки поставили, и мы начинаем! Остановились мы в прошлый раз на шестой миссии. Кто, кстати, не смотрел прошлые уровни, то есть первый, второй, третий, четвертый, пятый уровень, посмотрите первое видео. А мы продолжаем играть. Мы уже на шестом уровне. Здесь мисс Вилли, я чуть не называл мисс Ти, потому что всё путаю с прошлой игрой. Она догоняет нас, не догоняй, осторожно. Нам нужно взять салют в такой разрушенной комнате. Я вообще не понимаю, а что здесь произошло-то у неё? Нам нужно взять салют, а вот он. И поставить его в тортик. Ха-ха-ха. И чё ты? Ну давай, ну давай. Ну ты медленно, как черепаха. Ну давай, беги сюда. Ах ты, училка, училка. Так, нам нужно поставить эту, ээээ... Эту, 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 этот салют в тортик. Так, мы, кстати, попали в тупик, и нас училка чуть не поймала. Пока я тут заговариваю с вами. Куда же нужно попасть? Неужели... А, вот, сюда направо нужно. Так, осторожно, чтобы она нас... Оп, не заметила. И хопа, сюда втыкаем. Вовка, опять это ты, что ты тут делаешь? Во-первых, я не Вовка, а во-вторых, я просто поставил свечку вам в тортик, с днём рождения, училка. О, свечку в тортик, это хорошо, какой хороший ученик, а я про него плохое думала. А-а-а, хи-хи-хи, вот так вот и обманули злую училку, а нефиг всех учеников обижать своими оценками, а мне ещё говорили, что она кричит на учеников, но это вообще же капец, злющая-презлющая училка. Так, нужно найти паука и поставить его в журнал, любимый журнал училки. Хватит зевать, училка, а-а-а-а, заразила ведь, заразила училка. Ах ты какая, мы тебе за это сейчас паучка дадим, ха-ха. Ха-ха, нужно найти сначала перчатку, ой-ой-ой, она опять бежит, но она нам не страшна уже, я её уже не боюсь. А вот, кстати, перчаточка. Я её уже не боюсь, потому что она бегает, ну реально, не знаю, как улитка или кто, кто так бегает? Так, никто не бегает, такая у неё маленькая скорость. Так, а вот паучок где? Где паучок-то? А вот он, вот он сверху. Так, берём паучка перчаткой, уже не голыми руками, а перчаткой. И нужно всего лишь положить в книгу, в журнал. Любимый журнал училки. И она придёт, и снова просто офигеет. Ха-ха. Так, что у неё за журнадцы здесь? Блондинки какие-то, красота что ли? Вот так паучка ставим, и просто уходим отсюда. А по телеку, как обычно волон-де-морт у неё показывается, вот реально у неё любимое шоу Гарри Поттер. Нет, чтобы ютубчик там посмотреть. Так, ладно, всё, смотрим, смотрим. Так, ну-ка надо полистать мой любимый журнал. Ха-ха, она заревела, она опять заревела. Она, она просто села за стол с пауком и заревела. Если бы она его испугалась, она бы убежала. А она просто заревела, прям над пауком. Что? Я не понимаю логику этой училки. Так, ладно, в этом, в этой миссии, это уже следующая миссия, нам нужно сломать стул, на котором постоянно сидит училка. Да, ё-моё, опять она зевает, но она всегда будет зевать, что ли? Каждую миссию она будет зевать? Вот ведь, эээ, а когда я, главное? Ну не лови меня, не лови, я вот так по кустикам, хоп, хоп. Это что, гроб? А зачем здесь гроб? Ты кого похоронила, училка, я не понял, а почему у тебя гроб здесь? Так, ладно. Я хотел сказать, что когда я зеваю, да уйди ты от меня, уйди. Я тут в твой стул починю его, починю, я его усовершенствую, хорошо? Окей, училка? А, ну если ты его чинить будешь, то ладно. Но не как в прошлый раз с тортиком. Да, да, училка, тут не как в прошлый раз с тортиком. Тут всё будет намного веселее. Хе-хе-хе. Кстати, вот. Так, куда нам нужно? Сюда? Куда-то сюда? Я не понимаю. По карте показано, что вроде сюда. Неужели нужно подняться на второй этаж? Хм, ну ладно, может быть и на втором этаже нам нужно что-то взять. Так, сюда нет? Вроде бы да, или вроде бы нет. Не понимаю. А эта дверь вообще закрыта. Так, а вот. Неужели вот в пустую ту комнату разрушенную? Полупустую. Так, здесь ничего нет. Да, 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 да. Нам точно нужно в пустую полуразрушенную комнату. Вот. Вот, вот он. Ура. Всё, нашли. Фу. Еле как нашли. Это было даже сложно. У нас осталось всего 30 секунд. Надо по-быстрому, по-быстрому сейчас починить. Так сказать. Пока училка не видит, мы его сломаем. Ха-ха. Сломать её стул и убежать отсюда. Ха. И просто смотрим реакцию. Ну что там, починил он мне стул мой любимый или нет? Ах, какой гадкий. В смысле гадкий? Училка, ты что ещё и обзываешься? Вот ведь, конечно, злючка, призлючка. Обзываловка просто какая-то сплошная. Тем временем, у нас уже новая миссия. Мисс Вилли постоянно сидит у костра в ночное время. Найди бензин и залей костёр. Ну хватит зевать, училка. Вот я тебе говорил. Вот я тебе хотел сказать. Когда я сижу в школе и зеваю, она постоянно кричит. Чё зеваешь? Что тебе скучно? Бла-бла-бла. А, нужно спать дома. А сама-то дома даже не спит. Иди спать быстро. Зеваловка. Так, здесь мы находим бензин. Вот, вот здесь бензин. Видимо, горючая. И нужно найти теперь комнату с камином. Комната с камином написана в спальне. Так, эта дверь закрепит. А, вот, вот же он. Всё, кладём сюда бензин. И как только училка заждёт его вечером, будет большое пламя. Какое пламя, Вовка? А ну-ка, убрысь из моего дома. Я тебе больше не верю. Уходи отсюда, пламя он развёл. Ох, пойду. Посижу у костра, погреюсь, как обычно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну и как погрелось? Как погрелось-то, училка? Вау, осталась последняя миссия. Вы готовы, ребята? Это будет последняя миссия. И всё, игра закончена будет. Блин, как жалко. Игра так клёвая. Эх, десятая миссия. Ну ладно. Будем проходить. Ну, будем проходить её медленно, потому что всё-таки игра клёвая. Так, нужно найти что-то и кинуть куда-то. Не особо понял, но, видимо, там нарисована граната. Нужна будет граната. Училка, как обычно, зевает. А мы не зеваем, мы не поддаёмся. Мы не поддаёмся, мы не будем зевать. Так, написано, найди дымовую гранату. Вау, круто. Смотрите, как я близко могу подойти к ней. Она меня не видит и не слышит. А я прям за ней... Я прям... Я её толкать могу, смотрите. Так, Вовка, попался. А ну, давай свой дневник. Так, нет-нет-нет, давайте просто начнём заново. И всё. Мы просто переиграем, и я не буду ходить сзади неё. Лучше просто переиграть этот уровень. Тем более, игра-то хорошая. Можно переигрывать хоть сто раз, так сказать. Ну, ладно, сто раз мы переигрывать не будем. Мы сейчас пройдём сразу же. Сразу же вот так же побежим. Я уже вижу, где дымовая граната. Она вот здесь где-то должна быть. Вот она, отлично. У нас всё на карте помечено. И теперь нужно бежать и положить на какой-то стол. На какой-то стол. На втором этаже или на первом? Тут не написано. Ну, буду надеяться, что на втором. О, да. Вот сюда кладём. И смотрим реакцию. А, нет, реакцию-то чё? Смотрите, надо сначала убежать отсюда, чтобы она нас не поймала снова. Вот так вот со второй этажа прыгаю и убегаем. Так, ну вроде бы пора уже спать лечь. Сейчас разденусь и лягу. А, дым! Помогите! Ой, это было очень весело, ребята. Это было... Это было... Эти уровни были очень весёлыми и смешными, ребята. Я надеюсь, вам понравилось прохождение. Опять-таки говорю, кто не смотрел первую часть видео, не смотрел первые пять миссий, обязательно посмотрите. Они тоже такие же смешные. В общем, если вам понравилось это видео, поставьте мне лайк. И всем пока-пока-пока-пока